Могу точно сказать одно, что будущее игровых ноутбуков уже настало. И подтверждение этому этот игровой ультра-тонкий ноутбук от компании Asus под названием Zephyrus. Давайте его смотреть скорее. Вы только слушайтесь, это первый в мире ультра-тонкий ноутбук с графикой 1080 внутри. Вау! Что тут еще сказать? Говорить ничего не надо, просто надо сделать вот так вот и сказать, что это безумно круто. В этом маленьком корпусе толщиной всего лишь в самом толстом месте 1,8 мм, либо 18 мм весом 2,2 кг, находится i7 процессор 7700HQ, 16 гигабайт оперативной памяти, 512 SSD. Кстати, максимально можно поставить сюда 1 терабайт. И что его делают поистине просто королем? Это карточка 1080, которая находится внутри. И вы знаете, когда его берешь в руки, это что-то реально из будущего, потому что формы у него квадратные, ровные, четкие, выполнен он из металла и ощущается в руке прям как очень дорогая вещь. Кстати, стоит такая штучка будет где-то в районе 3000 долларов. Ну, по крайней мере, на американских сайтах сейчас продают за такую цену. Внешний вид. Благотип Republic of Game. Текстурированный металл двух направленностей. Значит, получается, у нас есть полоски в эту сторону, и вот здесь вот есть полоски в другую сторону. На задней стороне два радиатора, которые выдувают воздух. Есть еще один радиатор с боку, он тоже выдувает воздух. Про систему охлаждения вам сейчас расскажу поподробнее. Здесь она просто какая-то реальность будущего. Я такого никогда не видел. Слева торца находится питание, HDMI, два порта USB 3.1 и выход под наушники и вход для микрофона. Ну, один такой спарренный разъем. Справа торца находятся два USB 3.1, есть USB 3.1 второго поколения в виде USB Type-C и это Thunderbolt. Есть специальный разъем, замочек, чтобы его можно было прицепить. Нижняя часть ноутбука. Здесь у нас пластмасска и маленькие ножки. Самая магия начинается, когда ты его ставишь одним пальцем. Ты его открываешь уверенно, и после этого корпус ноутбука поднимается. Посмотрите только сюда. Он поднимается и снизу у нас открывается отсек, через который всасывается воздух. И вот как раз сейчас стоит про систему охлаждения поговорить поподробнее. Потому что воздух у нас всасывается, можно сказать, в 360 градусов. Снизу, сверху, сбоку. Выдувается он сзади и немножко сбоку. Система здесь называется Active Aerodynamic System. Из-за крышки сила потока на 32% увеличивается, а температура на 20% наоборот падает. Когда ты на нем играешь, да, он реально греется, но греется вот эта вот часть. Сделали реально необычно и это очень удобно. Потому что эта часть греется. Здесь как раз все отвечает за охлаждение, как вы поняли. Выдувается все туда. Но ты играешь вот здесь. Вот здесь ничего не греется. Здесь происходит удобно. Ты положил пальцы, все. Клавиатура с подсветкой Aura. Очень приятный ход. Она, знаете, вот как ощущается, реально как дорогая вещь. Функциональные клавиши по настройке подсветки дисплея, по подсветке клавиатуры. Подсветку клавиатуры мы программируем в ROG Gaming Center. Самое интересное это трекпад. Играть на нем совершенно нереально, потому что здесь играть нужно на мышке, конечно. Клавиатура офигенно подходит для этого. Но это не просто трекпад. Нажимая на клавишу, мы активируем намлок. Вау. И теперь мы получаем доступ к полноценной клавиатуре. Просто она сенсорная. Даже клавиша Enter есть. Любишь пользоваться калькулятором, тебе сюда. Но решение реально потрясающее. Правее находится клавиша ROG по вызову ROG Gaming Center, в котором можно посмотреть информацию по компьютеру, изменить какие-то настройки и как раз настроить все фишки для игр. То есть оптимизировать систему, оптимизировать интернет-трафик и тому подобное. Справа и слева, снизу находятся динамики. Они не очень громкие, но, блин, в таком корпусе это в принципе не нужно. Если ты будешь играть в игры, этого достаточно вполне. Очень круто звучит. Но, конечно, полное погружение при помощи наушников. Дисплей матовый, на солнце не особо бликуют. Впереди находится сверху веб-камера для связи. Микрофоны. И, конечно, блин, я не могу пройти мимо. Это просто потрясающее решение. Во-первых, он открывается реально одним пальцем. И вот эта вот система по подъему ноутбука и забор воздуха снизу офигенно работает. И, конечно, нельзя не отметить, что в этом маленьком устройстве находится 1080. Ты на нем сможешь играть во все актуальные сейчас игры. По дисплеям три индикатора по работе компьютера. Справа клавиша включения. Когда подключаем зарядку к ноуту, у нас включается дополнительная подсветка. Из-под вот этой крышечки, которая открывается снизу. Но в моем случае почему-то получилось, что она неравномерно подсвечивается. И правую сторону нужно немножко поднимать. Не знаю, как так произошло, но разбираться не стал. Что касается игровых возможностей этой видеокарты. Работает на частоте 1227 МГц. Видеопамять в ней работает на частоте 5 ГГц. Процессоры есть разные. Есть версия с i5. Это версия с i7. Это 7700HQ. Частотой 2.8. В моем случае еще 512 SSD и 16 ГБ оперативной памяти. А теперь про игры. Баттла первая. С подключенной зарядкой. Тестируем. И FPS монитором. Все это дело захватываем. Значит, CPU у меня максимально нагрелся до 94 градусов. Это, конечно, круто. Но при этом можно играть на коленках. Спокойно ноут стоит. И мне комфортно. Видеуха нагрелась до 80 градусов. Это стандартная у него температура была. Но при этом, взяв термометр, я потрогал корпус. Как раз вот эту вот часть переднюю. Она тоже нагревается. Потому что там внутри все находится и охлаждается именно вот здесь. Температура составила всего лишь 53 градуса и выше не поднималась. То есть настолько все хорошо организовано внутри, что снизу на коленках нормально. Играть можно. Здесь 53 градуса. А внутри там уже все 94. В среднем на утрах в разрешении Full HD мне выдавало где-то 88-90 FPS. Играть комфортно. И вообще с зазором еще на будущее. Конечно, GTA 5. Значит, в ней у нас CPU также 90 градусов держался. Где-то так вот в таком диапазоне. Видеопамять тоже стандартно 80. Это как раз такая вот реально рабочая стандартная максимальная температура процессора и видео. В GTA в среднем выдавало где-то 90-100 FPS. Были просадки там может до 88. Но играть также вполне комфортно. Настройки все на максималке Full HD. Поставил Project Cars. Ну, правда, первый. Здесь как раз не максимальная была. Игрушка не дотягивает и не раскрывает все возможности видеокарты. Потому что она работала в среднем где-то на загруженность 75% видеопамяти. И получалось у нас где-то от 80 до 115 FPS. 82 градуса это был процессор. И 75 градусов это видео. Самое интересное, что играть на таком ноутбуке одно заглядение. Потому что экран в этом ноутбуке 120 Гц с поддержкой NVIDIA G-Sync. Но это не все, что может выдать этот ноутбук. Ты можешь подключить к нему внешний монитор, к примеру, Asus. И получить 144 Гц, пожалуйста. То есть этим все не ограничивается. Подключай через USB Type-C, то есть Thunderbolt. И наслаждайся красотой на внешнем мониторе. Большое. Забыл отметить, что классное дизайнерское решение. Это пробел выделить именно такой необычной формой. Очень круто смотрится. Ну а в комплектации идет зарядное устройство в сети. Оно, кстати, не такое уж и большое. По сравнению с ноутбуком. В руке помещается классно и не такое уж и тяжелое. В комплект мы находим отвертку. Спасибо большое, что положили. Переходник с USB на Ethernet. Ну и правильно, потому что разъем-то довольно-таки большой. И проще это сделать так. Я вот никогда в ноутбуках не пользовался разъемом Ethernet. Ну потому что есть Wi-Fi. Всевозможные брошюрки и есть листочек с наклейками. В комплекте приятный сюрприз. Мы находим мышку Rock Strix Impact. Очень приятно, что кладут с ноутбуком мышку. Ну потому что правда, Touchpad же у нас не для игры. Класс! Где вы видели, чтобы с ноутбуком клали мышку? И дальше в комплекте мы обнаруживаем вот такое вот устройство. Это подставочка под запястье. Потому что клавиатура игровая находится внизу. И чтобы твоя рука удобно лежала, вот эта вот подставочка кладется перед ноутбуком. И у тебя получается более комфортная игра. Она очень приятно сделана. Asus, боже мой, что вы творите? Это реально ноутбук из будущего. Ребят, хочу, чтобы вы в комментариях написали. Хотите себе такой ноут? Блин, потому что я в него, честно, прям влюбился. Офигенно! Я ничего подобного в руках еще не держал и не пробовал. Вау! Экспириенс прям потрясающий. И, кстати, в России продается до конца сентября. Только единственная конфигурация. И это прям топ из топчиков. 24 гигабайта оперативки и плюс 1 терабайт SSD. Продается он в NVIDIA по цене 229 990 рублей. И в подарок помимо мышки из комплекта идут еще и наушники Asus Cerberus. Хотите поподробнее почитать про такой ноутбук? Ссылку на официальный сайт вам оставлю в описании. Там куча информации, красивые кадры, видео. Переходите, смотрите, читайте и покупайте. С вами был Ряда, до новых встреч. Пока. Пошел гонять обратно в батл. Вообще прям загляденье.